Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео обновления по Star Stable Online. Говорю сразу, в данном видео будет сочетаться обновление прошлой недели и этой недели, потому что по прошлой неделе я так и не записала видео. Так что посмотрим, каких котиков добавили мяшек-милашек на прошлой неделе, что добавили, каких кучерявых коняшек добавили, значит, на этой неделе. И готовимся к Хэллоуину, так что седлайте своих коней и поехали! На прошлой неделе в ССО добавили очень милых питомцев-кошек, и они реально очень классные. Заранее говорю извините, если вы будете в микрофоне слышать мяуканье кошки, потому что нет, это не кошка из игры, это реальная кошка у меня на коленях. У меня новый питомец, который очень любит мрякать и практически не затыкается, так что заранее извиняюсь. Когда вы входите в игрушку после данного обновления, вы всегда у своей конюшни видите вот эту кошечку, неважно где. Главное вовремя взять задание, потому что у меня был такой глюк, что я не взяла у неё задание, побежала там по своим делам, потоки вернулась, и её нигде не было, пришлось просто перезаходить. Так что посмотрите, какая это милая кошечка, очень няшная, прям няшная-няшная. Давайте же возьмём у неё задание. К тебе приближается рыжая полосатая кошка, она жалобно мяукает и выглядит напуганной, кажется она потерялась. К её ошейнику что-то привязано, нужно посмотреть поближе. Погладь кошку. Ну типа ему, типа мы её гладим. Хотя в земле копаемся. Протиравшийся котёнок. Приглядевшись ты видишь маленькую записку, прикреплённую к ошейнику кошки. На ней написано, меня зовут Дори, верните меня в фортпинта, чтобы моя хозяйка не волновалась. В поисках Дори ничего не напоминает, да? Так, содержание записки понятно, пора вернуть Дори её хозяйке фортпинта. Верни кошку её хозяйке. Ну смотрите, тут ничего сложного, просто мы едем в фортпинта, а так как я в принципе сейчас и нахожусь в фортпинта специально, чтобы недалеко ездить, мы просто приедем сюда к магазину с животными. Вон там уже мы видим, как сидит её хозяйка. Кстати, очень мило, что теперь у Ларька с сумками тоже сидит кошечка. Это очень мило. Ого, да она кошатница просто. Посмотрите, сколько у неё кошек. Просто море кошек. Ну ладно, не море, всего лишь шесть, но тем не менее. Даже у меня меньше. Вот что значит сильная независимая. Кстати, посмотрите, у меня такое чувство, что у неё как будто лицо немножко переделано. То есть как будто бы это персонажи нового вида. Хм, по мне так, кстати, выглядит лучше, чем то, что мы иногда видим бегущим в виде. Так, давайте же поговорим, сдадим задание. Поверить не могу, что ты её нашла, моя маленькая Дора, я так по тебе скучала. Большое спасибо, что вернула её. А что касается тебя? Му-у-у-у. Даже не думай, что ещё раз позволю тебе ускользнуть, маленькая хитрюга. Принимает очаровательную позу. Ой, по тягушке. Ха-ха-ха, я не могу на тебя долго злиться, только посмотрю на неё. Она такая милашка, да? Верно, она такая милашка. Согласна, она просто чудо. И все такие, типа, мяу-мяу. Нет, вы самые чудесные и милые, я люблю вас всех одинаково. Ох уж эти кошки, я когда-нибудь думала завести себе котика. Девочкам из зоомагазина сегодня утром привезли новых прелестных кошечек. Они ждут любящих хозяев, которые подарят им дом. Если бы я могла, я бы забрала их всех себе. Может, ещё одного? Типа, мяу, типа, нет. Или типа, да. Или типа, нет. Ну, в общем, мы сейчас зайдём как раз в зоомагазинчик, посмотреть, какие именно кошечки. Да, в принципе, смотреть там... А-а-а, смотреть там нечего, их всего три штучки. Получается, смотрите, это вот беленькая, пегая, чёрно-белая, да, мяу. Мяу, моя кошечка на коленочках. И рыжая киска на полочке. Хм, кого бы взять? Честно, на самом деле, я не знаю. Моя подруга взяла себе рыжего. Я тоже думала рыжего, учитывая то, что у меня новый питомец на коленках тоже рыжего цвета. Но мне так нравится, в принципе, белый. Каждая кошечка, кстати, стоит 350 СК. То есть они даже... Они, мне кажется, выглядят круче, чем терьеры. Но при этом стоят на 49 СК дешевле. Хм, как-то это странно. Ну, ладно. Кого бы... Да, мяу, кого бы купить. Сегодня видео об котиках, и поэтому на фоне будет мрякать котик. Хм, хе-хе-хе-хе-хе. Я не знаю. Я не знаю. Был бы серый, я, наверное, взяла бы серого, потому что у меня почти все кошки серого цвета. Комментарии попрошу выключить, пожалуйста Так, ну давайте все-таки возьмем, наверное А знаете, я возьму белого У меня никогда в жизни не было белой кошки У меня были рыжие, серые, полосатые Но белой не было никогда в жизни Так, посмотрим Ага, у меня есть как раз с собой сидельная сумка с комплекта Я уже забыла, какого комплекта Дня рождения Просто он так похож на комплект, как будто день всех влюбленных И давайте посмотрим на котика Вот так вот очень мило смотрится котик Очень прям классно-классно Да, кстати, разработчики добавили функцию поля зрения То есть мы заходим, вот так вот приближаем И теперь все время мы можем ходить вот так вот Это очень необычно, это очень сильно меняет вид камеры Но я бы на их месте сделала бы возможность закрепить камеру Потому что камера меняет свой наклон И это очень раздражает А вот если бы она была бы всегда вот такого вида Ну как бы, то было бы очень удобно Ну в общем, вот такой вот милый котик Да, самое классное, что типа не важно, какого размера кошка Она влезет в абсолютно любую сумку Ну типа зимой Какая лапусечка Такая милая Такая прям классная-классная Серьезно, ребят Мне нравится Так, посмотрим, как она Когда обновление только-только вышло на прошлой неделе Я помню, что были заглючки Такие зависания, когда кошка бегает То есть, ну вот она Да, она бегает рядом со мной Сейчас я О господи, я уже не поняла, кто мрек Это кошка в игрушке или кошка у меня Ну вот Вот, да-да-да Я об этом и говорю Но нет Сейчас, кстати, залага стала меньше Ну в общем, она бежит, бежит, бежит И она уже, по идее, остановилась А все равно бежит на месте И если сейчас это выглядит вот так То на прошлой неделе это выглядело еще Очень более долгое было это зависание Это меня очень сильно подбешивало Потому что, блин, ну ты бежишь, бежишь, бежишь Останавливаешься А кошка бежит дальше То есть, ну не так быть не должно Да, и она очень часто не ухает Очень часто Просто вот очень часто Так, ну давайте пока так покатаемся Это была, значит, часть по обновлению прошлой недели Так что давайте моментально перейдем к обновлению этой недели А на обновление этой недели нам добавили шикарных кучерявых лошадок Причем на самом деле у этих лошадей есть название нормальное Но почему-то разработчики решили назвать ее просто кучерявая лошадь Хотя есть две породы Именно у которых есть свое собственное название И они именно кучерявые Я правда не помню, поэтому извиняйте Что за комментарии, кошка? Мео, съезжаешь с моих коленок? Ну подожди, пожалуйста Значит, добавили вот такую гнедую Хотя мне больше кажется, что это рыжая какая-то Но тем не менее, просто посмотрите на эту широкую мошку Они еще когда делают потя... У них даже кучерявки в ушках Но я думала, что они, кстати, сделают более их кучерявыми Потому что в жизни они прям кучерявые-кучерявые Но на самом деле такие милые лошадки Многие уже ругают их анимацию Но я лично держусь того мнения, что даже если разработчики добавляют новую лошадь То как бы ждите, пока они ее выставят и слегка доделают по ходу дела Потому что... Ну не помню, я ни одной пока что породы Ладно, вру Андалузов Может быть лулитанов еще Когда они выпускали их идеальными с первого раза Стоят лошадки 800 СК 850, простите Сила 2 Дисциплина 2 И выносливость 3 И гибкость 1 То есть на самом деле они очень гибкие и очень выносливые По-моему, такие же характеристики стоят у всех мустангов Ой, не мустангов, у арабов Так Одна из таких лошадок как раз продается в Фортпинте Ее вы можете купить с первого уровня Другие все остальные стоят в Фергове К ним мы, кстати, сейчас и поедем Первое мое впечатление было А куда же делись Морганы? И мне реально стало страшно Потому что Морганы очень симпатичны, по моему мнению И тут я проезжаю в Фергове, их просто нет Тем не менее, тут стоят две новые лошадки И они тоже очень классного вида Просто посмотрите, когда она вот так по тягушке делает Это очень мило Вот такая вот лошадка У нее, я не помню, как это называется В общем, у нее один глаз голубой, другой коричневый Это очень-очень классно Очень классно сделали раскрасочку Даже видно, что вот на белой шерсти есть кучеряшки Правда, еле заметные Ну, просто посмотрите на эти кучерявые ушки На эту широкую моську У меня такое чувство, что у них моська выглядит шире, чем у северошведов Может быть, так и есть? Я могу ошибаться В общем, вот такая вот лапулечка тут стоит И тут стоит все... О, но когда они так делают, это так мило Я прям не могу Розовый носик тут еще Да, посмотрите, насколько детализированные носики То есть складочки кожи, усики Губы вот эти сморщенные То есть насколько разработчики... Насколько у них... С каждым разом все круче и круче получается делать новых лошадей И когда-нибудь я даже боюсь представить, как они обновят арабов и фризов с мустангами А еще этих пейнтхорсов, точно Это будет что-то И англичан, да, хочу обновленных англичан, точно Так что вот такой вот серенький красавчик Прям я прям смотрю на него и чувствую Прям вот ощущаю всю его кучеравость и волосатость Это боже мой, так вообще Да Если вы, кстати, не знаете, где находятся новые лошади Но не важно, какие эти или другие, которые ново добавлены Теперь разработчики сделали специальную пометочку на карте Которая показывает, где новые лошади Вот у нас есть пометочка «Новая эксклюзивная лошадь» Причем, насколько я понимаю, это лошади, которые добавляются на какой-то ограниченный период Типа хэллоуинские, новогодние и неважно какие Которые, в общем, идут некоторое время и их потом берут На этой пометочке, кстати, у нас, собственно, и стояли дикие лошади Юрвика, насколько я помню Да, так что теперь вы всегда знаете, где стоят самые новые лошадки Хотя почему-то непонятно, что в Форпинте нету этой галочки Но сейчас даже проверю Почтовый ящик Да, очень странно, что в Форпинте нету этой галочки Хотя одна новая коняха там есть Так что на этом обновлении почти все Осталась последняя завершающая часть И поговорим о том уже, что нас ждет на следующей неделе Если вы теряете какую-то лошадь, не пугайтесь, что ее убрали и не сказали Я так испугалась по поводу Морганов А потом подумала, что наверняка их куда-то переместили Но я никак не думала, что их на самом деле всех переместят на ярмарку лошадей В моих глазах Морганы сразу состарились И это очень грустно, потому что раньше на ярмарку лошади отправляли постепенно самые старые модельки По мне, так я думала, что раньше здесь окажутся Пейнт Хорс или Американский Кватер Хорсы Но почему-то Морганов отправили сюда раньше, и мне от этого очень-очень грустно Потому что на самом деле Морганы это одна из покупаемых ранее пород лошадей И на самом деле по мне, так они вообще не утратили свою обаятельность Что очень-очень мило Так что, если вы хотите купить себе Морганы Теперь вам нужно будет поехать на ярмарку лошадей Открыть вторую страницу и выбирать из тех, что тут представлено на любой ваш вкус И последнее на сегодня, то, что в Морлэнде для всех тех, у кого есть лайф, добавили новую вещь Хм, вальтрап Все, взяла наконец Так, это у меня есть, это у меня есть Нагавки, да, в принципе весь комплект у меня есть Хм, вальтрап Какой-то он необы... О, он такой прям фиолетовый-фиолетовый Посмотрите, подсвет сиреневой веточки Но тем не менее, я лучше оставлю этот Так что, это все новости на сегодня Касательно прошлонедельных новых котиков Этих недельных новых кучерявых лошадок А на следующей неделе мы сидим и ждем прихода Хэллоуина Разработчики даже скинули трейлер того, что будет И я уже могу вам точно сказать, что Нас ждет питомец в виде бегущей тыковки Как всегда, я надеюсь, нас будет ждать лошадь всадника без головы Это будет второй раз, когда, в принципе, цитадель откроет свои врата нам на Хэллоуин И это будет моя очередная самая посещаемая локация, которую я просто обожаю Также был спойлер о том, что добавят черного котика И был спойлер, что будет какой-то тыквенный фьорд Но спойлерам верить опасно Иногда они на самом деле не всегда актуальны Потому что когда-то был спойлер о том, что в ССО добавят тузитана единорогов Как видите, уже прошел год, а то и больше И их до сих пор нет Так что давайте просто дождемся следующей недели, когда настанет Хэллоуин Мы будем ходить, плясать под песенку Спок и Скерри Скелетон Наряжаться в разные костюмы И просто радоваться с этого И делать много-много-много классных скриншотов, фотографий со своими друзьями Так что не забывайте тренировать своих лошадок Чистить их, а также угощать морковкой Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео! Субтитры подогнал «Симон»